Всем привет! Вы на канале Ботантия, с вами Саня. Примерно две недели назад я тестировал эксплуат хост под названием Chrono Dreambox, ну и также он известен под названием DevChrono. Он показал достаточно плохие результаты, но... Там был один нюанс, и чтобы вы поняли какой, я сейчас вставлю отрывок из того ролика. Но! Есть один важный нюанс, это HEN версии 3.0. В этом видео я тестировал HEN версии 2.1.3, только потому что я тестировал этот же HEN ранее, в первых двух роликах. Но, возможно, в HEN версии 3.0 исправлена проблема с активацией. В одном из следующих видео я протестил этот эксплуат именно с HEN версии 3.0. Ну и тогда мы уже сделаем окончательные выводы. Кстати, советую его полностью посмотреть перед просмотром этого ролика. Ссылку на это видео вы найдете в описании и по подсказке сверху. Ну и как я и обещал, сегодня мы будем тестировать HEN версии 3.0. Важно понимать, что эксплуат работает по-разному, на разных и визиных консолях. На фатках он работает хуже, на ссылках и прошках вроде как получше. Поэтому те результаты, которые вы увидите в этом видеоролике, могут отличаться от ваших. Кстати, у меня консоль FATCO, 1600 серий и прошивка 6.72. Естественно, активируя эксплуат, я преследую цель только запуска хрумбры приложений. Ну и такой чисто научный интерес. Игра, которую я буду запускать в этом видеоролике, есть у меня на лицензии. Поэтому я имею право ее запускать. А вы, мои зрители, никогда не запускаете эксплуат с целью запуска игр. Это пиратство и оно преследуется по закону. Тестировать запуск приложений я не буду, потому что сейчас это умеет делать абсолютно все эксплуаты. Мною будет протестирована только стабильность активации, а также режим покоя. Всего будет 20 пробных активаций. Каждую из них я сфотографирую, сделаю такое слайд-шоу. И на нем вы увидите, как повел себя эксплуат при каждом запуске. Ну и давайте приступим к тестам. Перед вами моя версия ПО, 6.72. Заходим в браузер и попадаем на нужный нам сайт. И как вы видите, он автоматически кэшируется. И после этого им можно пользоваться уже без подключения к сети. За кадром я почистил куки и данные сайтов. Это можно сделать в настройках браузера по нажатию кнопки Options на геймпаде. Из-за очистки у меня обнулился счетчик. Так, тут меня просят отключить сеть и перезагрузить браузер, чтобы активация шла уже через кэш. Ну то есть в офлайн режиме. Меня это не интересует, буду активировать с подключенным интернетом. Как обычно, справа вы видите количество неудачных активаций, а слева удачных. Чуть выше можно заметить дату съемки этого видео. Оформление кнопки хэна 2.1.3 изменилось. Теперь эта версия, исходя из картинки, поддерживает шлем PlayStation VR. Возможно вы не знали, но новые версии прошивки шлема не работают с 6.72, и поэтому им нужен спуф для нормальной работы вот с этой прошивкой. Так что владельцы шлема, имейте это в виду, что тут есть поддержка вашего устройства. Но сейчас мы будем тестировать хэн третьей версии. Итак, первая активация. Счетчик удачных активаций теперь показывает единичку, и начали вылетать системные сообщения. Это хороший знак. Заходим в настройки и видим, что пункт дебаг настройки появился. Первая активация прошла успешно. Давайте запустим игру. Для ютуба лицензионную копию этой игры у меня имеется. Ну и как видите, она работает. Дебаг настройки тоже остались на месте, замки на приложениях пропали, ну и теперь я выключаю консоль для дальнейших тестов. В прошлом видео про этот хост я рассказывал про баг счетчика. Тут он тоже остался, его так и не исправили. Честно говоря, я был немного в шоке от такого большого количества успешных активаций подряд. Единственное, что меня смущает, это надпись мира во всплывающем окне. Просто с мирой у владельцев внешних жестких дисков могут быть проблемы. Я снимал видео по этой теме, подсказку вы видите сверху. Но вроде как заключительное сообщение это все же HEN версии 3.0, так что по идее все должно быть нормально. На 14 активации произошла первая неудача. После ошибки оперативной памяти страничка автоматически обновилась. Я включил запись видео и решил из любопытства тыкнуть еще раз на HEN. Ну и результат была новая ошибка и ребут. Вот не надо тыкать куда ни по ходе. Надо было перезагружать консоль, а не пытаться еще раз. Поэтому предлагаю вторую неудачную активацию не вносить в итоговый список, так как к ней привела моя любопытность. Далее были успешные активации и в конце еще одна неудачная. Итоги. Всего запусков 20, из них удачных 18, неудач 2. Именно 2, потому что одну ошибку из-за моего любопытства я решил не вносить в итоговый список. Но и оба раза эти ошибки привели к ребуту. Вероятность успеха 90%, вероятность ребута 10% и вероятность неудачи 0%. 0, потому что обе неудачные активации привели к ребуту. Пришло время теста режима покоя. Заходим в настройки и видим, что пункт с дебаг настройками появился. Ну и еще раз покажу свою версию ПО. Вот, 6.72. В меню можно заметить, что около некоторых игр висят замки. Но если погонять консоль по меню, то замки пропадают. Подобные я встречал только с эксплойтом Dark Mode. Видео по этому хосту вы можете посмотреть по подсказке сверху. У остальных же замки оставались висеть, хотя и приложения запускались. Игрушку я запустил, чтобы удостовериться в работе эксплойта. В предыдущем видео выяснилось, что для режима покоя этому хосту не нужна запущенная игра. Поэтому мы ее и закрыли. Видно, что запущенных приложений нет. Теперь приступаем к первому тесту режима покоя без запущенной игры. Консоль вошла в режим покоя примерно за 50 секунд. Включаем. Выход из режима покоя занял 20 секунд. Это более чем в 2 раза быстрее, чем обычно. Такс, и тут у нас нет замочков на всех приложениях. Зайдем в настройки и да, дебаг настройки остались. А это означает, что режим покоя работает, даже без запущенной игры. Тестировать с игрой нет смысла, ясно, что он также будет работать. И снова посмотрим информацию о системе. Внезапно мы видим версию 8.0. Как и в предыдущем видео про этот эксплойт, я повторю, что это простой спуф. Всего лишь подмена циферок в настройках. Он не дает доступа в PSN и не позволяет запускать новые игрушки. Его задача обмануть шлем PSVR, на котором стоит новая прошивка, чтобы тот работал на 6.72. Ну и для того, чтобы окончательно убедиться, что хрен не слетел, запустим игру. И она работает. Кстати, теперь хотя бы стало ясно, что нужно, чтобы сработал спуф. Для этого надо обязательно перевести консоль в режим покоя. Тогда и появится версия 8.0. Кстати, один момент. Если вы хотите переводить консоль в режим покоя с включенной игрой, вам надо зайти в настройки энергосбережения, потом выбрать функции, доступные в режиме покоя, и в самом низу оставить галочку. Только тогда игры не будут закрываться при переходе в режим покоя. И дабы доказать скептикам, что у меня стоит именно 6.72, я выключаю консоль. Теперь снова включаю. Показываю, что везде висят замки. В настройках видно, что дополнительный пункт тоже пропал. Ну и вот моя версия ПО 6.72. Так что не надо паниковать, если вы увидели там 8.0 после активации хена. Кстати о нем, давайте еще раз попробуем его активировать. Это будет бонусная 21-я активация. И да, она сработала. Вероятность успеха сейчас выросла на 0.5%. В настройках появился дополнительный пункт. И версия ПО не изменилась. Так и показывает 6.72. Но после сна там будет показывать уже 8.0. Дабы избежать комментов, что у кого-то не работает сон с включенной игрой, все же решил провести этот тест в экспресс-варианте. Ну так, для галочки. Для этого, конечно же, нам понадобится игра, которую я не закрываю, и переход в режим покоя. После возвращения мы видим, что игра осталась открытой. А это значит, что все работает. Мое почтение. Просто снимай шляпу. Это лучший эксплоит, который я тестировал. Там даже есть отдельная версия под шлем ProStation VR. Поэтому я даже не знаю, что тут сказать. По-моему, все очевидно. Хочу спросить у вас, а вообще стоит ли мне снимать дальнейший тест эксплоитов? Потому что 90% вряд ли кто-то сможет побить. Даже не знаю. Напишите, что думаете в комментариях. Также, если у вас есть какие-либо вопросы ко мне, можете написать в мой инстаграм. Я его создал для связи, и я отвечаю там на сообщения. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.